Здравствуйте, друзья. У нас на канале снова Станислав. Вы когда у нас снимались-то? Полгода назад. Приехали вы, да, свеженький. Откуда приехали? Из Челябинска. Как там вообще? Холодно? Говорят, суровый Челябинск. Сейчас-то холодно. А почему это суровый Челябинск? Что там сурового? Из-за холода. Люди суровые. Но тут как? Народ помягче? Помягче. Так, хорошо. Значит, и климат вроде не такой. И климат помягче. Очень нравится. Что с вами произошло за полгода, рассказываете? За полгода самое основное на работу вышел. Работаю. Тестируете? Да, тестирую. Продолжаю учиться. Слушайте, а интересно вообще тестировать? Так. Или просто сам факт работы согревает? И то, и другое. То есть и тестировать нравится. Но нужно более такое что-то разнообразное, типа автомейшена. Тогда нравится. Конечно. О, тогда другое дело. Но вам удается приобщиться? Да, да. Работаю, учусь. Стараюсь. Чего учите? Вот где у вас прорыв в знаниях? Поступил через Курсеру. Ну, как поступил? Да. Ну, на Курсере взял курс Мичиганского университета по Пайтону. Ну, то есть такое более уже программирование такое. Это за деньги, что ли? Ну, там за деньги, да. Хорошо. Но можно и бесплатно. Да, полно, по-моему, так, Пайтона бесплатно. Но прилично учат в Мичиганском-то? Прилично. Нравится. У них какая-то своя версия Пайтона там в Мичигане или? Нет, Пайтон совершенно обыкновенный. У них свой подход такой с юморком. А, то есть Пайтон с юморком. Да, да, да. Это как у нас в школе? Прямо все через шутки. Да, вот прямо вот очень так вот на школу похоже. Хорошо. Теперь такой вопрос. Вы территориально там возле этого стадиона, да? Совершенно верно. В Санта-Кларе находимся. До стадиона буквально рукой подать. Друзья, стадион, о котором идет речь, это тот самый стадион, на котором будет происходить через два дня в воскресенье. Сегодня пятница. А в воскресенье там будет происходить супербол. Да? И, по-моему, впервые вообще в наших местах это происходит. Там дело в том, что не только местное население может подтянуться там из Сан-Франциско или там даже из Лос-Анджелеса легко подъедут пацаны. Вот. Хотя вы понимаете, что стадион не резиновый. С другой стороны, вокруг стадиона можно с пивом сесть там. То есть, как бы, если уж так на то пошло и там. Но, что там происходит, расскажите. Вот вы там. Там с понедельника уже закрыли все дороги. А что это значит? Что стоят вот патрули? То есть, возле самого стадиона там есть такая велодорога, велотрейл. То есть, в понедельник я поехал на работу на велосипеде. И с работы, в общем, хотел доехать до остановки там трамвайчика. Ехал-ехал, а там все закрыто. То есть, я разворачиваюсь, поехал в объезд. Ну, там люди или просто заборчики? Там забор все. То есть, глухой забор, стена и все. А, вот так даже. Серьезный забор. То есть, да. Я развернулся на этом велотрейле, проехал назад, поехал в объезд все это там через дорогу. Подъезжаю там, где вот остановка трамвайчика, а там тоже все перекрыто стоят. Хаммеры бронированные, солдатики там, вертолеты кружат над стадионом. Я говорю, так это, я домой... В понедельник. В понедельник. Я говорю, так, ребята, говорю, как можно, говорю, мне там домой попасть, на остановку там. Говорит, только на остановку, дальше ни-ни. Да, ну пустили. Ну пустили, да. Проявили, значит, гуманизм. Да, да, да. Ну, я так там заграждение объехал, они так смотрят на меня. Что это такое? Кто это тут едет? Ну что же, так, понимаете, а вертолеты-то чего? Вертолеты, ну, видимо, мониторят территорию. Слушай, это же сколько бензина, можешь сказать, горючки сколько потратят. Это в понедельник. Беспрецедентные такие меры безопасности. А какое-то движение людей там есть? Движение людей есть, там все рядышком, которые гостиницы находятся, уже начинают заполняться народом, стоят. Куча автобусов, видно там по символике какие-то тренеры приехали разных команд. Ну и вот везде полиция, везде все, там смотрят, проверяют. Слушайте, действительно для гостиниц это хорошее время? Да, да, золотая пора. Да, слушайте, действительно, в феврале это удобно. Так настроение праздничное? Праздничное. На работе говорят, что там из дома работают или что-то. Да, менеджер говорит, четверг, пятницу на работе не появляйтесь, работайте из дома. Так это поэтому вы к нам? Да, поэтому я здесь. А, так господи. Но работают люди из дома или так? Ну, да, работают, конечно. То есть у вас там чувствуется праздничная атмосфера? Ну, можно и так сказать. Мы-то здесь, друзья, вот в Монтинью, Лос-Алтасе, это лишены этого всего. Да, да. Это нужно только специально туда, понимаешь, катиться, чтобы все это... В гущу событий. Да, да. Ну, ладно, что же, хорошо. Так у вас жена есть и деточка? Да, жена и деточка. Сколько деточки? В этом году три годика будет. Деточка как-то ощущает, что она в другой стране или там? Это сложно сказать. То есть она не говорит. То есть, ну, судя по ее настроению, ей нравится. Но она с мамой, она не ходит в садик. Да, в садик как бы планируем, но чуть попозже. Женка вот на вас смотрит и говорит, ну, она как-то вот гордится вами, или говорит, что-то ты там мало денег приносишь, или там вот... Гордится. То есть она рада. Да, конечно. Так, а Женка тоже из Челябинских? Да. Чем она там занималась-то у вас? Занималась, была менеджером по продажам типографии. Менеджер по продаже. То есть то, что типография печатала, еще фиг продаж там. Ну, вот она искала клиентов, которым можно было это продать. А нет, чтобы сначала клиента найти, а потом ему напечатать. Так и так, и так. Я уже разволновался. Ну ладно тогда, хорошо. А то смотрите, пусть нашу книжку там могут перепечатывать, если что. Вы нашу книжку не видели? Пока еще нет. Ну вот я вчера электронную копию вывесил. Вот, так что приятно. Приятно. Ну что же, ребятам, которые, может, из Челябинска там вас кореша смотрят. Там суровые. Суровые кореша. Да, там прихваченные морозцем. Вот, привет, может, там. Всем привет. Так. Учитесь, развивайтесь, и все будет отлично. Там дедушке Савелью пришлю новую двустволку. Как заработать. Ну все же, хорошо. Ладно, спасибо. Спасибо. Счастливо вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok